Номинации для вручения «Приз года в спорте-2019» многочисленны и разнообразны. От «Надежды в спорте» до номинации «Пожизненный вклад в спорт». Восемь из них выдвинуты спортивным комитетом и комиссией, а одна – венсполчанами. Именно этой номинацией симпатия венсполчан в спорте был удостоен глава венсполского марафонского клуба Андрис Валерц, хоть в настоящее время не находился в Латвии. Мероприятия, организованные клубом Андриса, позволили венсполсу стать городом марафона, у которого престижный статус в мире спорта. В начале церемонии традиционно демонстрируется фильм, обзор ежегодных спортивных мероприятий венсполсе. Все, что показано в фильме, все эти события – это только лишь видимая часть айсберга. Невидимая часть больше. Это та работа, которую делают деловые партнеры, самоуправление, Латвийский Олимпийский комитет и, главное, спортсмены. В этом году Олимпийский комитет поблагодарил спортивного доктора Эгглса Дзерве, легендарного латвийского комментатора по мотокроссу Эрика Фогеля, а также объявлена благодарность руководителю венсполского керлинг-клуба Инге Апмане. У нас в керлинге 8 команд, которые участвуют в венсполском чемпионате. Но и есть команды и члены клуба, которые участвуют и в латвийском чемпионате. Предыдущий год был хорошим. И мы, как сборная Латвии, в апреле поедем в Канаду участвовать в чемпионате мира. В номинации «Надежда спорта» победила Даниэла Иванова. Она завоевала золотую медаль на чемпионате Европы до 17 лет. Также она победила в латвийской юношеской олимпиаде по тяжелой атлетике. В номинации «Премьер в спорте» победил Айгар Матисонс, тренер по легкой атлетике спортивной школы «Спарс» и руководитель клуба «Бега». Свой лучший персональный результат я достиг в 42 года. Так совпало. Марафон, 42 года и лучший результат. В номинации «Сеньор года» победил Валдис Целла, трехкратный чемпион мира среди сеньоров. Мария Теструде победила в номинации «Жизненный вклад в спорт». Она многолетний сотрудник спортивной школы «Спарс», которая уделяет много времени пожилым людям и людям с ограниченными возможностями. Не все хотят жертвовать своими субботами, воскресеньями и своими вечерними часами. А тренеры жертвуют собой, своей работе, которая бесценна и которая идет по велению сердца. Эдуард Андрушкевич и Виктор Щербатых разделили номинацию «Лучший тренер». Они вывели венспос-ештангистов на уровень мировых европейских чемпионатов. Латвия небольшая страна, да, и Венспос небольшой город, да, но все равно можно найти где-то. Но это, опять же, должно в тренере быть, и он это должен видеть, когда он взял любого ученика. Не обязательно по тяжелой атлетике, может быть, по другому виду спорта, да. Что можно с этого человека сделать? Номинацию «Лучшая спортивная команда» получил венсполский баскетбольный клуб. И две самые важные номинации. «Лучший спортсмен» второй год подряд Карлес Паус Ласманис, занявший второе место в мире в составе латвийской баскетбольной команды 3 на 3. Я готов отправиться. Отправиться на эти карусели на все 100. Как тебе кажется, что тебя ждет дальше? Завтра мы отправляемся в Санкт-Петербург. Там будет первый турнир сезона. И потом в марте квалификация на Олимпийские игры. Следует отметить, что Карлес занял первое место в личном зачете ФИБА 3 на 3 за этот сезон. А в номинации «Лучшая спортсменка» в 2019 году победила Ребека Коха. Она получила первое место на чемпионате Европы среди юниоров и взрослых и заняла восьмое место на чемпионате мира по тяжелой атлетике. Шестое в общем мировом рейтинге. «От многого приходится отказываться. От встреч с друзьями, семью реже вижу, так как я часто на выездах. Но, как я уже говорила до этого, оно того стоит». Этот год – год Олимпийских игр. И 10 спортсменов из Олимпийской сборной Венсполса примут участие в Токио в июле, в том числе победители Карлес Ласманис и Ребека Коха. «Я допускаю, что конечный результат может быть не таким, с которым я хотела бы остаться – уйти из спорта. Возможно, я захочу чего-то большего. И я была бы рада подготовиться и к следующей Олимпиаде, которая будет в 2024 году. И это будет ближайшей целью». На церемонии вручения спортивных наград поблагодарили Дайну Пайпалу, руководителя спортивного отдела за талант и энергию управления спортом с практической точки жизни.